Поле битвы не настоящее, но подготовка и открытие чемпионата по шахматам в Саровской дивизии прошли, как и полагается у военных, с духовым оркестром и докладом. Соревнование открыл заместитель командира дивизии полковник Бирюков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! После приветственных слов представители спортивных организаций Сарова военнослужащие заняли свое место за шахматными досками. Командовали войсками рядовые сержанты, прапорщики, офицеры. У каждого из них были равные силы и время, чтобы разгромить противника. В повисшей тишине лишь эхом раздавались звуки перемещаемых фигур. Секунды на размышлении, чтобы принять единственно правильное решение. Промедление грозит полным провалом и поражением армии. Игорь Клюев считает, что успех зависит от выбранной тактики игры. Умение просчитывать свои действия помогает ему и на службе. За три, за четыре шага думай сразу о том, как ты будешь оборону делать, как нападать будешь, устраивать все свои планы и уже смотреть, как будет твой противник действовать и уже менять свои планы действия. В прошлом году лейтенант Клюев занял первое место в Саровской дивизии. В этом поставил цель побороться за звание чемпиона Приворского округа по шахматам. В соревнованиях принимает участие 12 команд от воинских частей, подразделений непосредственно подчинения. Всего 24 участника. В соревнованиях принимают участие те военнослужащие, которые в своих воинских частях, подразделениях оказались лучшие. Чемпионат по шахматам посвятили Дню защитника Отечества и пятилетию со дня создания Росгвардии. Итоги соревнований подвели в личном и командном первенстве. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Малько, Служба новостей, Саров, 24.